МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О проблемах инвалидов в Сарове председатель городской думы Антон Ульянов встретился с журналистами. Меры поддержки предпринимателей в ЦПП прошел круглый стол. Читаем слух. Ученики восьмых классов прочитали первые главы книги Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье». Далее расскажем обо всем подробно. Семьям с детьми в новом 2022 году положен ряд льгот, налоговых преференций, выплат и пособий от государства. Путеводитель по мерам поддержки опубликовала Госдума в официальном аккаунте в Инстаграме. Материнский капитал с 1 февраля составит 524,5 тысячи рублей, если в семье родился первый ребенок. А если родился второй, то к этой сумме добавят еще почти 169 тысяч. Также есть ряд выплат, которые назначаются не только семье, но и будущим мамам. Например, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, то будущей маме назначат ежемесячное пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. При рождении ребенка выплачивается единовременно пособие всем российским семьям, независимо от уровня дохода и числа детей – 20 472 рубля. В возрасте детей от 3 до 7 лет также положено выплаты на ежемесячной основе, если среднедушевой доход члена семьи ниже прожиточного минимума. В неполных семьях при том же уровне дохода право на пособие сохраняется на детей от 8 до 17 лет. Родители несовершеннолетних также имеют право воспользоваться стандартным налоговым вычетом на детей. Это означает, что сумма зарплаты, с которой уплачивается НДФЛ, ежемесячно уменьшается у родителей на 1400 рублей за первого и второго ребенка и на 3000 за третьего и последующих детей. Вычет прекращается в том случае, когда начисленная зарплата превышает 350 тысяч рублей. Социальный транспорт, вопросы выдачи средств реабилитации, льготы за проезд. Председатель городской думы Антон Ульянов провел брифинг, посвященный решению проблем инвалидов в Сарове. О главных итогах встречи с журналистами расскажем далее. 10 сентября прошлого года в Сарове открылся Центр выдачи средств реабилитации для инвалидов. Получать необходимые для жизни человека с ограниченными возможностями здоровья вещи должно было стать проще. Однако машины ТСР по-прежнему приезжают не дольше, чем на три часа, а оставлять их в центре отказываются. Проблема не тупиковая, и сейчас идет работа над ее решением. Будем пытаться договариваться, как-то вести диалог, чтобы на самом деле это не с 8 утра до 11 длилась выдача, а как-то это оставлялось. Потому что я надеюсь и на поддержку думы. Единственная проблема – материальная ответственность за эти средства. Возможный вариант решения в сложившейся ситуации поручительства дополнил председатель общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Валерий Семиков. Еще один вопрос, волнующий инвалидов и их опекунов в Сарове – отсутствие льгот на междугородние перевозки. По закону, эта категория граждан имеет право на компенсацию 50% стоимости 4 поездок в год. Но так как у перевозчиков в нашем городе статус заказных перевозок, инвалиды и их опекуны этих льгот лишаются. Решить эту проблему могло бы возобновление муниципального маршрута «Саров-Нижний Новгород». Хоть это и непростая задача, работа над ее решением, по словам Антона Ульянова, идет активно. Мы договорились с представителями регионального фонда социального страхования, что они со своей стороны посмотрят, можно ли в нормативной базе расширить с точки зрения применения льгот льготу не только на маршрутные транспортные средства, но и на заказные. Еще один злободневный вопрос касался социального вида транспорта, приспособленного для перевозок инвалидов. Городу не хватало имена автобуса, поскольку инвалидное кресло в такси не поместится. Недавно Центру социального обслуживания предоставили автобус для транспортировки маломобильных групп граждан. В ближайшее время он будет в Сарове. Час вызова этого автобуса будет стоить от 70 до 180 рублей. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. В ЦПП представители администрации и технопарка Саров встретились с предпринимателями города. В режиме диалога на мероприятии обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса. Подробности далее. В Сарове более двух с половиной тысяч представителей малого и среднего бизнеса. И эти люди – основы экономики города. Предприниматели обеспечивают конкуренцию, предоставляют рабочие места и выплачивают налоги в бюджет. Но каждый день саровские бизнесмены сталкиваются со множеством трудностей. Нехватка рабочих кадров, сложности с оформлением патентов, высокие платежи по договорам лизинга. И это только верхушка айсберга. Не выдерживая нагрузки, бизнес закрывается. А значит, сокращается и число рабочих мест, и налоговые поступления. Услышать предпринимателей и найти решение их вопросов – важная задача, которая сегодня стоит перед властями города. И круглый стол с представителями администрации – отличная возможность для этого. В открытом диалоге многие проблемы, да, они либо приобретают массовый характер, либо находят какое-то быстрое решение, либо просто уходят на проработку, которая тоже, да, ведется с сотрудниками администрации. И полагаю, что в результате таких встреч, такого общения, жизнедеятельность наших предпринимателей в столь сложный период времени должна стать лучше, понятнее, конструктивнее. Зачастую инициаторами таких встреч выступают сами предприниматели, когда у них назревает потребность разрешить наиболее острые вопросы. Например, одной из тем прошлого года стал резкий рост цен на строительные материалы. В этот раз предприниматели смогли сами выдвинуть свои предложения, а представители администрации напомнили о программах поддержки малого и среднего бизнеса. По итогам переговоров, встреч и в результате изменения законодательства у нас появились две новых субсидии, два новых вида. Это субсидии предприятиям, имеющим статус социального предприятия, и субсидии самозанятым гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями. Итогами круглого стола стали две темы, которые выдвинули на повестку дня. Компенсация затрат на приобретение программного обеспечения и патентования. Также на встрече подняли вопросы имущественной поддержки предпринимателей и возмещение лизинговых платежей. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В 2022 году изменят правила назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет, напомнили в Минтруде. Ранее за основу для расчетов брался региональный прожиточный минимум на второй квартал предыдущего года. Теперь при подаче заявления надо ориентироваться на региональный прожиточный минимум, установленный на год обращения. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Минздрав направил регионам рекомендации, как должен проходить дистанционный мониторинг пациентов с коронавирусом и когда необходима госпитализация заболевших, сообщили в пресс-службе ведомства. Оператор должен собрать всю информацию о самочувствии пациента. На основе опроса он либо оформит вызов врача на дом, либо направит к человеку бригаду скорой помощи для госпитализации в больницу. В числе условий для оказания экстренной помощи, снижения у пациентов уровня сатурации, насыщения крови кислородом. Решение оператор колл-центра должен принять быстро по результатам телефонного оброса. Президент России Владимир Путин поручил повысить пенсии так, чтобы их рост обогнал инфляцию. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон об индексации пенсий на 8,6%. Норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Владимир Путин отметил, что необходимость такого повышения пенсии связана с тем, что принятые ранее решения не позволят компенсировать россиянам увеличение их расходов, возникших из-за выросшей в 2021 году инфляции. Годом ранее она составляла 4,9%. Сгоревшие коляски, велосипеды и другое имущество в нашем городе участили случаи пожара в подъездах многоквартирных домов. По каким причинам происходит возгорание и как уберечь свой дом от пожара? Рекомендации огнеборцев в нашем следующем репортаже. Более 20 раз за последнюю неделю в Саровские пожарные выезжали тушить огонь в подъездах. Под лестницами горожане оставляют свои вещи – санки, коляски, ватрушки. Как правило, горят именно они. И чаще всего причиной возгорания становятся поджоги или неосторожность при курении. Должно быть, это все у нас в первую очередь участилось и с тем, что зимний период времени все оставляют санки. Санки, как правило, с некоторым утеплителем, то, что это все синтетика, все это очень легко воспоменяется и приводит к такому задымлению. Огнеборцы напоминают, подъезды – не место для складирования личных вещей. Хранить что бы то ни было под лестницами запрещено требованиями пожарной безопасности. Даже если вам кажется, что ваши вещи никому не мешают, они могут стать причиной пожара и привести к трагедии. Кстати, курение в подъезде тоже вне закона. Предотвратить несчастные случаи просто – не нарушать правила. А при малейшем запахе гари – звонить в пожарную службу. Если вы обнаружили, скажем так, на начальном этапе возникновения горения, то примите меры по самостоятельной ликвидации этого горения. Допустим, если это возможность залить ведром воды, либо еще что-то. Но при этом все равно требуется обратиться к сотрудникам пожарной охраны. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только в одном направлении – снизу вверх. До приезда пожарных оповестите о случившемся жильцов дома. И не создавая паники, выйдите наружу. Если вам необходимо пройти через задымленные участки, то постарайтесь задержать дыхание или закрыть рот и нос влажным платком. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Волшебный мир книги. В рамках проекта «Читаем слух» во Дворце детского творчества ученики восьмых классов школ города прочитали первые главы книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Подробности в следующем репортаже. Это полный чепуха, вы же понимаете. Красный королев покачал головой. Можно называть это и так. Английский писатель Льюис Кэрролл прославился не только своими историями о девочке Алисе. Он остался в истории как математик, философ, логик, фотограф и даже священнослужитель. Самыми известными произведениями Льюиса Кэрролла стали «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Многослойные тексты с тонким юмором и иронией, забавные ситуации и диалоги, написанные 150 лет назад, до сих пор интересны и для современных ребят. «Алиса в стране чудес» он написал в 1864 году. Представляете, почти 150 лет назад. И до сих пор эту книжку дети читают, мультики смотрят, кино знают, персонажи помнят. В этом году, 27 января, исполнится 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла. В связи с этим для проекта «Читаем вслух», который проходит во Дворце детского творчества, выбрали наименее известное его произведение «Алиса в Зазеркалье». И этот волшебный мир в Зазеркалье открыли для себя восьмиклассники школ города. Ребята выразительно и артистично прочитали первые главы книги. На мероприятии было много школьников, которые участвуют в проекте в первый раз. Я пришел в первый раз, мне стало интересно, что и как тут происходит. Было действительно интересно, в этот раз выбрали очень хорошее произведение. Я думаю, что я даже прочитаю его самостоятельно. Было интересно слушать ребят, которые читали, и было интересно читать самого. Волнение было перед прочтением, потом я его уже не чувствовал. Я считаю, что этот проект привлекает внимание молодежи к литературному чтению. В следующем месяце в рамках проекта «Читаем вслух» пройдут две встречи. 15 февраля на чтение впервые пригласят воспитанников детских садов и учеников первых классов. Для них готовят отрывки из книг Чуковского. А 18 февраля мамы, бабушки, дочки и внучки почитают рассказы про пап и дедушек. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Первое, второе, третье место, а также сертификат на 10 тысяч рублей для участия в конкурсе «Ландыш» в Калуге. Воспитанницы «Дыши номер два» покорили жюри международного конкурса фестиваля «Наши люди» в Санкт-Петербурге. Подробности далее. Вокальный ансамбль под руководством Татьяны Миносян в детской школе искусств номер два существует всего полтора года. За это время ребята выступали только на площадках нашего города. А в начале января расширили границы и выступили на международном конкурсе фестиваля «Наши люди» в Санкт-Петербурге. Вокальному ансамблю присудили звание дипломанта второй степени и вручили сертификат на 10 тысяч рублей для участия в конкурсе «Ландыш», который пройдет в Калуге. Конкурс довольно-таки масштабный по номинациям. Были и театральные коллективы с разных городов России, были вокалисты, и местные санкт-петербуржцы приняли участие, и также с других городов приезжали. Были танцоры, инструменталисты. В общем, большой-большой объем они охватывают. Также в конкурсе приняли участие пять солистов. Четыре из них привезли домой дипломы первой и второй степеней, и один лауреат третьей степени. Как рассказывают сами участницы, выступать на сцене было страшно, но интересно. Готовились мы с сентября. Я усердно готовилась, старалась дома, песни эти прорабатывала. Спасибо Татьяне Вячеславовне за то, что она меня подготовила так. Мне было очень страшно, когда я первая выходила на сцену. Я очень боялась и думала, что меня не так поймут, не так оценят. Там было красиво, то есть впечатлений много, останется на долгую память. Помимо выступлений, участницы насладились красотой города. Посетили известные места культурной столицы, получили массу впечатлений, эмоций, а самое главное – стимул и невероятный заряд энергии для дальнейшей работы. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!